Всем привет, ребят, с вами Аня, и сегодня я сниму для вас новый выпуск, она не попала в офсайт. В этом выпуске мы с вами обсудим полуфиналы Лиги Чемпионов, а именно матчи Реал Мадрид против Ювентуса и Бавария против Барселоны. Поехали! Начать бы мне сегодня хотелось с матча Бавария-Барселона, потому что он был первым. Матч закончился с счетом 3-2, как вы знаете, и это была настоящая битва. И Баварии для того, чтобы пройти в следующий тур необходимо было забить 3 гола. Они это сделали, но Барселона забила 2, и в принципе шансов у Баварии уже в тот конец матча не было. Мне, безусловно, хочется отметить двух вратарей, двух немецких вратарей. Марка Дайтерштегена и Мануэля Нойера, которые прекрасно, которые сейвили просто на ура. Ну, не считая забитых голов, но тем не менее. Какие сейвы выдавали? Терштеген, молодой вратарь, просто звезда матча. Как он вытаскивал эти мячи, неизвестно. В матче был спорный момент, когда было непонятно, Терштеген все-таки вытащил мяч или был же гол. Давайте вместе посмотрим повторы этого момента, чтобы понять, был ли гол на самом деле или нет. Как видно на видеозаписи, гола все-таки не было. Мяч был на линии, и он уже перекатывался в сторону ворот, но Марка Дайтерштеген в последние секунды вытащил этот мяч. Поэтому судья сделал правильно, что не засчитал гол. Хочется, кроме того, выделить игру Роберта Ливандовски в этом матче, который показывал просто шикарный футбол. Он бил столько раз, у него было столько попыток взять и ворот, но, к сожалению, только одна совершилась успехом. Но, тем не менее, он это заслужил, и гол на его счету был тоже прекрасен. Кроме того, хочется выделить сам прихоманс болельщиков в Баварии, которые на своем стадионе устроили просто прекрасное шоу. Вот это, это просто шикарно. Фанаты Немецкой Лиги, как мы знаем, самой активной посещаемостью, у них самая... На матче Немецкой Бундеслиги ходят больше всего фанатов, и эти фанаты реально жгут. Потому что вот такие вот перформансы в России. Вы видели такие перформансы в России? Ну, а звездой со стороны Барселоны, безусловно, стал Неймар. Неймар забил два прекрасных гола. Первый гол мог забить Луисуарес, но он щедро потерялся с Неймаром. Но тем не менее, в футболе главный результат. И Барселона идет дальше, она идет в финал, она идет на Берлин. Кроме того, я заметила одну вещь. По-моему, Ракитич с каждым годом становится все больше похожим на Баскова. А теперь я бы хотела еще сказать про такую вещь, как пост Роберта Леватовский в своем инстаграме. Роберт написал... Вчерашний матч это была просто битва, и мы пытались достичь невозможного. Это не убило нашу мечту добраться до финала, и мы боролись до самого конца. Не менее, Барселона вышла в финал. Удачи ей в финале. Я считаю, что это просто круто, и большой респект Роберту, который даже после поражения своей команды и вылета из Биги Чемпионов может желать успехов сопернику, понимая, насколько сильно он играл и как сильно он сражался. Матч Ивентус-Реал Мадрид. Здесь все ожидали феерии, все ожидали камбэка Реал Мадрида, потому что, в принципе, им нужно было забить один гол, и они были бы в финале. Но что мы получили? 1-1, и в финал едет Ивентус. Ивентус доказал всем, что Пидло может поиграть в PlayStation не только перед чемпионатом мира, хотя все мы видели приколы про то, что Ивентус это самый желаемый соперник на полуфинал. Но кто мог представить, что Ивентус побьет Реал Мадрид? Ну, а теперь о самом матче. Реал Мадрид в этом матче забил с пенальти, который, естественно, бил Роналду. Нет, он в этом матче не был в финалду, и это не он его спровоцировал. Естественно, контакт у Хаммиса был. Где Хаммис опять-таки упал в штраф, но ему дали желтую карточку за симуляцию. Это тоже достаточно спорный момент, но я считаю все-таки, что там было касание. В принципе, можно было назначить второй пенальти. Но судья, в принципе, прав, что этого не сделал, потому что тогда пошли бы злые разговоры, и люди бы говорили, что на самом деле просто Реал вытащили. Кроме того, смешной была ситуация с Эвра, смешной для болельщиков Реала, когда Болбой не отдавал ему мяч, и тем самым тянул время. Пытался, он помогал 12-й игроком. Иногда 12-м игроком Реал Мадриду бывает судья. Но в этом матче 12-м игроком Реал Мадриду был Болбой. Кроме того, в этом матче Гаррет Бэйл был просто... Дерево. Все сейчас шоки от игры Бэйл. Может, у него сейчас кризис, и не нужно сыпать на него столько критики, но на самом деле сейчас он просто... Тебя же купили за 100 миллионов! Гаррет, почему? Где игра? А вообще, Ювентус хочется подгравить. Они боролись просто шикарно, и, конечно же, гол Марата был просто шикарным. И чему, в принципе, идет на него критика? Он сам сказал, я не праздновал гол, я просто делал свою работу за Ювентус, и он прав. Но по поводу финального матча хочется сказать несколько вещей. Во-первых, там будет чертанцев, и как минимум это гарантирует уже хороший матч. Кроме того, телевизионщики готовы купаться в деньгах, потому что это будет Еврофинал. Это не будет Эль Классика, это будет реальная Еврофинал. В конце обзора матча Реал Мадрид против Ювентус, мне бы хотелось задать вам вопрос, который задал Константин Гейнш, экспертом в флоре Лиги Чемпионов, которая была сразу же после матча. Реал проиграл, или Ювентус просто удачно подобрал ходы? А как ответите на этот вопрос вы? Пишите мне в комментарии обязательно, и подумайте, потому что я считаю, что этот вопрос очень правильный, и именно такой вопрос нужно задать, чтобы понять причину поражения Реал Мадрида. Вот такие матчи получились, нас ждет финал 6 июня в Берлине. Будет жарко, будет битва, будет футбол. Всем огромное спасибо за внимание, ребят, всем пока-пока. Значит, хочется соблюдать... Ехал Саша через Греку. 100 миллионов карл, что... Тотти... Кормли лавировали, 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 да не выловировали. Вообще красавчик.